В Чебоксарах завершился чемпионат России по спортивной ходьбе. В минувшие выходные были разыграны медали на дистанции 50 километров. Кому удалось подняться на пьедестал почета и кто сейчас претендует на путевки европейских и мировых стартов, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Если женщинам и юниорам приходилось сражаться за медали под палящим солнцем, то участника 50-километровой дистанции с погодой повезло куда больше. Организаторы назначили старт на 7 утра. За время дистанции жара так и не дала себе знать. Правда, попотеть легкоатлетам все равно пришлось. Лидеры в гонке появились уже на первых кругах. Сначала оторвались от соперников представители мордовской школы Роман Евстифеев и мексиканец Харат Сеонава. Но потом на хвост лидером сел и уроженец Маргаушского района Александр Яргунькин. Он уже не раз пытался взять золото в этой дисциплине, но пока медали высшей пробы в его багаж не попадали. Но в Чебоксарах ему все же удалось подняться на высшую ступень пьедестала. Причем с личным рекордом в 3 часа 42 минуты и 25 секунд. Самое главное желание. Желание вроде есть, чтобы поддержка была. Теперь Александр получил возможность побороться и за медали чемпионата Европы, который пройдет уже через 2 месяца. Его кандидатуру рекомендовали тренерскому совету. Получили путевки на престижные старты и юниоры. В американский город Юджин возможно отправится Ольга Шаргина, Максим Краснов, Оксана Галяткина и Николай Марков. Но организаторы высоко отметили и достижения легкоатлетов Чуваши. Это один из лучших чемпионатов. Для наших спортсменов 9 медалей. И что важно, каждая медаль была завоевана с хорошим результатом. Важно, что и молодые спортсмены, и новые имена опять у нас появились. На чемпионаты Европы и мира Россия подала серьезную заявку. Прошедшие в Чебоксарах старты только подтвердили высокую подготовку легкоатлетов. Но сейчас от них ждут и новых результатов. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика.